Резанский Кремль Резанский Кремль Резанский Кремль Резанский Кремль Резанский Кремль очень приятно и почетно, очень приятно, что была замечательная погода, и вся общая атмосфера получилась действительно праздничной, каждый из участников и каждый из организаторов внесли частичку своего тепла, и действительно получилось, надеемся, очень впоследствии будет традиционное мероприятие, которое будет существовать много лет и может быть в более масштабном формате, может быть, как уже говорилось в пресс-конференции перед мероприятием, это перерастет в марафон. Да, действительно, полумарафон был таким, можно сказать, первым шагом. Насколько мне известно, Светлана, в планах марафон, потому что марафоны, полумарафоны очень популярны в последнее время и среди жителей нашей страны необъятной, все друг к другу в гости ездят. Что нужно для того, чтобы полумарафон перерос в марафон? Ну, во-первых, я хочу сказать, что действительно речь может идти о марафоне, и это не только наше желание, желание организаторов управления спорта, физической культуры администрации города и нас, представителей клуба любителей бега «Рязань». Дело в том, что сейчас мы получаем как раз отклики о прошедшем полумарафоне через сцены, через нашу группу ВКонтакте на Фейсбуке, и среди этих откликов немало пожеланий, давайте вот теперь мы готовы к вам ехать в Рязань на марафон. Людям понравилось, и даже говорят, давайте прямо этой осенью проводить, но мы не будем так загадывать наперед, потому что для того, чтобы марафон состоялся, нужна не только более серьезная ответственная подготовка к этому событию, мы готовы трудиться и готовы создавать все условия. Прежде всего, нам нужна поддержка рязанцев, потому что, безусловно, организации проведения пробега требуют перекрытия транспортного движения на определенное количество времени. Если здесь максимальное время пробега составляло 3 часа на 21 километре, то где-то порядка 6 часов нужно будет перекрывать движение при проведении марафона, и жители должны быть к этому готовы и благосклонно к этому отнестись. Но что я хочу сказать в защиту марафона? Во-первых, это уникальный шанс показать нашу Рязань еще большему количеству россиян. Потому что среди тех почти тысячи человек, которые бежали 21,10 километров в прошедшее воскресенье, половина, а это почти 500 человек, это были приезжие из других городов, из разных регионов, в том числе даже неожиданно далеких регионов. Из Уланда, из Екатеринбурга. Все-таки люди едут не только для того, чтобы пробежать эту дистанцию и попробовать свои силы, но и для того, чтобы посмотреть еще одну точку в России. И когда мы говорим о развитии туризма в Рязани, о туристической привлекательности нашего города, то подобные события, они как нельзя лучше вписываются в эту концепцию. И если там наш полумарафон, первый полумарафон собрал такое количество людей, то, конечно, марафон соберет еще большее число соотечественников и даже, может быть, и из других стран. Ведь в этот раз у нас была Джулия Симмонс из Франции, было два представителя Белоруссии. Поэтому, конечно, марафон вещь хорошая, тем более в Рязани нам есть, что показать. И мы можем проложить трассу, не ограничиваясь историческим центром города, Кремлем и Ореховым озером, а захватить большее число достопримечательностей. И там музей Павлова показать наш, и там прекрасное благоустроенное московское шоссе, которое сейчас есть. Но для этого нам нужна, конечно, поддержка горожан. Да, многие, допустим, в уже известных, зарекомендовавших себя таких соревнованиях участвуют именно, чтобы, например, пробежать по центру Москвы, когда еще такая возможность предоставится. Так же и у нас. И довольно-таки удивительно, что это первые соревнования такого рода, но между тем из разных регионов уже люди с удовольствием стеклись сюда. Да, ну действительно, полумарафонский, вообще легкая атлетика, бег любительский, он пользуется большой популярностью. И говорить почему даже, наверное, не стоит, да, потому что это самый демократичный вид спорта, в нем может участвовать любой желающий. И даже, да, удивительно, когда люди взрослые, зрелого возраста, не имеющие отношения, казалось бы, к спорту, открывают себя с этой стороны. Для них это большой стимул для того, чтобы жить, радоваться, быть здоровым. И, конечно, соревнования, забеги, такие они собирают многих людей. А Рязани наш грех был не воспользоваться этой волной роста любительского бега, потому что мы имеем очень удобное территориальное расположение. Мы близки к Москве, мы находимся в центре России, к нам несложно добраться из Тула, из Тамбова, из Липецка. Мы находимся в окружении таких спортивно ориентированных регионов, которые сами имеют подобное пробеги. Поэтому, в общем, хотя мы и удивляемся, приятно удивлены, что мы собрали такое количество участников, но, с другой стороны, это логично. И в любом случае, 10 километров, немаленькая уже дистанция, 21 километр, это прежде всего победа над собой. Мы не говорим о тех, кто первый прибежал, но наградную атрибутику получил каждый участник. Вот об этом можно сказать пару слов? Да, ну, про стартовый пакет, да, в который включал в себя не только номер с индивидуальным чипом, да, обязательно каждый получил на финише так называемую медаль финишера, мы представили вот здесь у нас, очень приятно каждому. И майку с брендом нашего марафона «Рязанский Кремль» мы видели все, да, даже в начале некоторый забег, уже именно в этих майках пробежали эту дистанцию, было очень приятно. Вот то, что затронули тему, действительно, насколько разные люди по возрасту только, да, у нас в детском забеге участвовали дети от полутора лет, но самое вот меня лично поразило, девушка, которая приехала из Зеленограда с грудным ребенком, который был просто в коляске детской, она пробежала все 10 километров с этой коляской, и на финише был счастливый не только мама, но и сам ребенок улыбался. Ну, просто вот поражает, действительно, мы наверняка понимаем, что не только мама, да, будет здорова, но будет этот ребенок обязательно заниматься физической культурой, впоследствии, да, глядя на своих родителей. Изумительное, конечно, было зрелище. С моей стороны еще, когда сдавали старт, у нас были приглашены, и мы очень рады наши постоянные помощники и пропагандисты здорового образа жизни, это олимпийский чемпионок, наша землячка Клара Ивановна Гусева-Нестерова, да, и Байков Виктор Васильевич, он как раз двукратный чемпион Европы по марафону, то есть человек, который много пробежал марафонов, который своим личным примером и опытом может с нами поделиться, нам подсказать, как правильно проводить, они давали старт нашему забегу, и в первых рядах я увидела колясочников, ребята, которые заявились на наш марафон из Московской области, и которые на колясках преодолели эту дистанцию, причем они финишировали не в числе последних, а где-то в середине, причем мальчик один из них был, в этот день у него был день рождения, его все встречали цветами из тортов, это так было красиво, он до слез рад был тому, что именно ему разрешили в этом забеге участвовать, быть со всеми наедине, то есть, ой, извините, со всеми вместе, как и все, но это одна из целей тоже проведения этого марафона, то есть мы все разные, но мы все вместе, это объединяет, это дает социализацию людям, правильно, и было очень приятно видеть деток, которых мы награждали в детском забеге, это дети с ДЦП, с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, такие эмоции, им было настолько приятно быть на пьедестале, они радовались этой медали, как олимпийская медаль и любой человек, так что вот надеемся, что вот это единение будет не только по возрасту, потому что еще самый возрастной участник у нас семья Петровских, которым за 80 уже, может, супруги они, да? Супруги, да, которые в нашем регионе, конечно, лидерами являются, мы очень рады, что они и в этом забеге вместе с нами, и своим личным примером, как я говорю, от полутора до восьмидесяти лет, это же действительно, ну, просто настолько пропаганда здорового образа жизни, что лучше не скажешь. Да, я вот хотела здесь добавить, что известный японский писатель Мураками, который также является и марафонцем, и ультрамарафонцем, он написал книгу, не помню точное название, там, что я имею в виду, когда я говорю о беде, и там он приводит некую статистику, которая говорит о том, что в городах, где проводятся марафонские и полумарафонские забеги, и впоследствии резко увеличивается количество людей, занимающихся бегом или встающих на путь здорового образа жизни. Я сегодня об этом вспомнила, не случайно, потому что, опять-таки, среди отзывов через социальные сети, которые мы сейчас получаем, мне рассказала руководитель волонтерской бригады на нашем забеге, представитель спортивного клуба «Фитэлит», которые нам помогали, что девочки, которые работали на забеге, и которые никогда не бегали, и не имели отношения к легкой атлетике, настолько они были в восторге и загорелись, что планируют сейчас начать тренировки беговые, чтобы на будущий год уже быть не волонтерами, а непосредственными участниками. Потому что, действительно, мы приходим, все любители, это, конечно же, в первую очередь любительские старты, и мы приходим туда с целью победить себя. Я не могу рассчитывать на то, что я когда-нибудь займу призовое место в абсолютном соревновании. Я никогда не смогу сравниться с профессиональным спортсменом, который занимается с детства, и, естественно, его база... Организм подготовлен совсем иначе. Но я вот сама пробежала пять марафонов, готовлюсь к шестому, и каждый мой марафон имеет результат лучше от предыдущего. И готовясь сейчас, я тоже рассчитываю на то, что я там на пять, на десять минут, но в общий результат свой улучшу. И, конечно же, для меня эта медаль, это не медаль за первое, второе, третье место, а эта медаль за мою личную победу, за улучшение моего личного результата. И поэтому у всех всегда позитивный настрой, все счастливы на этих забегах. И вот этим позитивом, этой энергии, счастье, город пронизан в дни забегов. Конечно, невозможно не заразиться, и ничего удивительного нет в том, что свидетели этих забегов тут же задумываются о том, что да, пожалуй, и нам надо заняться. Вещи-то очень, со всех сторон, хорошие. Поэтому я вот призываю рязанцев нас поддержать в проведении марафонского забега. И поучаствовать. Тем более, что дистанции не только длинные, да, есть, но и на каждой, скажем так, на любые возможности. Да, как правило, так и проводится. Любой марафон имеет дистанции спутники для того, чтобы дать возможность принять в них участие не только выносливым атлетам, а тем, кто готов посоревноваться на 50-50 километров, на 21 километрах. Я думаю, и вас, как организаторов, и вообще всех наших телезрителей, весь наш город можно поздравить с появлением такой замечательной традиции, которая, возможно, вскоре станет одним из брендов нашего города с проведением первого полумарафона. И будем ждать с нетерпением следующего года. Думаю, что участников будет гораздо больше. У нас в гостях была Марина Владимировна Кащеева и Светлана Максимова. И мы разговаривали о первом рязанском полумарафоне «Рязанский Кремль-2017». Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова